Всем привет, друзья, вы на канале Влади Роис, меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Silent Hill 2. В прошлой серии мы остановились на том, что бегали по какому-то лабиринту в локациях, похожих на жилой комплекс, встретились с пирамидно-головным, который за нами гнался, потом он нам здесь сломал наш куб, кубик Рубика так называемый, и здесь был клинок, с помощью которого мы можем зайти в живую стену, вот в эту из плоти. Вот этот меч его, с которым он ходил, пытался нас убить. И кстати, здесь вот в комнате, где Мария, в прошлой серии мы туда попали, и она опять там мертвая была почему-то. Кто-то ее опять убил. В этой серии мы будем продолжать проходить, смотреть, что нас тут ожидает интересного. Прям очень завораживает. Мне кажется, мы уже близимся к концу. Можно, кстати, вот даже вернуться назад, посмотреть на нее. Она лежит мертвая, как будто ее избили. И вот на лице по ней видно то, что у нее болезнь какая-то. Заражение кожи какое-то идет вот тут зеленое. Сюда мы не можем зайти. У нас только одна дорога сейчас через эту плоти проходить, которая раздвигается перед нами. Когда мы с помощью клинка пытаемся пройти, почему-то она боится его. Наверное, какой-то символизм в этом есть. Давайте будем продолжать. Мы, наверное, близки к концу, но я не уверен. Как-то он им управляет по-дурацки. Чего он его не тянет? Вот все идет. Пирамиду мы тут сейчас не встретим случайно. Где-нибудь здесь, вот здесь в куче. Как-то он им управляет так? Непонятно. Не знаю, дальше есть смысл тащить этот клинок. Лестница наверх куда-то. Проход куда-то дальше. Еще лестница. Че у нас по патронам? Патронов у нас так-то не особо много. На винтовку есть 15 штучек. Музыка, кстати, играет, как пианинка. Ух ты. Кладбище, что ли? Че за кладбище? Патроны лежат. Можно надгробие прочитать. Две могилы. Так, давайте прочитаем. Перед казнью преступник выпил последнюю бутылку Эля. После чего обрел здесь вечный покой. Так, здесь можно тоже че-то прочитать. Предательница. Мириам. К. Наверное, надо будет в могилу лечь. Три могилы? А мне, может, надо будет выбрать в какую лечь? Давайте сохранимся. Блин, не знаю, какое сохранение перезаписывать. Давайте последнюю будем перезаписывать. Уолтер Салливан. Тут, возможно, несколько концовок будет, поэтому не знаю насчет сохранения. Не охота как просрать. Можно сюда спрыгнуть. А сюда нельзя и сюда нельзя. Тут как будто выкопали. Анжелу Ороско. Анжелу, это та, по-моему, как раз-таки у Роско, наверное. Которая поехала немножко головой. И мы ее здесь видели. Она из могилы вылезла, типа? Эдди Добровский. Эдди. Эдди не тот толстячок, который с револьвером мы в тюрьме видели. Уолтер Салливан. Это кто такой? Вообще не ясно. И тут еще тоже фамилия была. Предательница. Мириамка. С этой стороны мы все прочитали? А тут, наверное, над гробью нашей написано, да? Джеймс Сандерленд. Надо в свою могилу лечь. Очень символично. А Джелла, может, мертва была и выбралась отсюда? Или это просто кошмары этого места? То, что нам кажется, что она живая? И Эдди тоже. Или для них подготовили могилу. То, что они должны умереть. И для нас подготовили. Куда-то в бездну. Опять-таки. Спрыгнуть надо. Давайте будем спускаться. Раз приходится. Ну, сделано прям так сильно. Какие-то скрыты по тексту. Где мы оказались? Отсюда ничего не видно. Это что за место? Какой-то длинный спуск. Хотел сказать, опять-таки какие-то квартиры, наверное. Длинные коридоры. Карта он не достает. Ничего не рисует. Наверное, смысла нет в этом. Опять нас хотят набугать вот это всматривание вдаль. Ой. А что тут все в крови? Сверху натекло. Кровище. Как стремно сделано. И дверь. Заставка, наверное, сейчас будет. Эдди? Нет бы оставить. Ну, ты сюда и за мной притащился? Сколько раз мне тебя убивать? Тот мужик, которого он убил в этом. Эдди. Стой, стой, Эдди. Это я. А-э-э. Привет, Джеймс. Опять ты? Что ты тут делаешь? Эдди, что ты делаешь? А ты как думаешь? Ты же рабас, вонючий. Смотришь, противно. Давай поплачу тебя. Беги, жалуйся, мамочки. Ничтоживай. Просто убей себя. Что за прикол? Он сам себе это говорит? Что ж. Может, он был прав. А он говорит то, что он ему сказал. Может, я и правда просто вонючий жаробас. Но знаешь что? Неважно, умный ты или глупый, урод или красавец. Какая разница, если ты труп. И смеяться трупы не умеют. Он вообще тоже сбрендил. Его, наверное, травили. Что? Опять будешь сыпать наставлениями, скажешь что-то там. Ты такой же, как он, Джеймс. Нет, я. Заткнись. Думаешь, я тупой? Ни черта не вижу. Ты все это время надо мной смеялся. С самого начала. Эээ, потише. А сейчас не смешно? На нахуй. Пчелюху. Ты что, Эдди, совсем что ли сбрендил? Тебе нужна помощь, Эдди. Револьвер у него отбери, пока он тебе не пристрелил. Кто бы говорил, Джеймс? Кто бы говорил, Джеймс? Тебя тоже позвал этот город. В смысле? Мы с тобой одинаковые. Не такие, как все. Не в курсе? Он что-то знает про город, а мы не знаем. Что ж. Я тебе покажу. Я говорю, надо было револьвер у него отобрать. Он сейчас нападет на нас и пристрелит. Он тут людей поубивал. Вот один лежит. Второй, третий, четвертый. Это какой-то холодильник. Эдди, наверное, убийцей был. В прошлом. Тут, может, только преступники в этом городе или какие-то грешники живут. Ух ты. Чуть неохота туда идти. Сейчас, наверное, драться с ним будем. Так вот тут, что я хотел сказать. Тут живут, наверное, одни преступники. Эдди был убийцей. Анжела. Не знаю, что с ней стало. Я знаю только то, что она подвергалась травле какой-то. Мария была эскортницей. Тоже, наверное, как грех считается. Девчонка, я тоже не знаю, что она плохого сделала. Эдди сейчас нападет. Не знаю, что делать с человеком, когда тебя ненавидят, презирают. Только из-за внешности. Да, я убил собаку и убежал. Но знаешь что? Мне понравилось. Она стала жевать свои кишки, а потом сдохла, свернувшись кулачком. Кулачком. А тот за мной погнался, и я выстрелил ему в ногу. Он кричал погромче собаки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А теперь твоя очередь, Джеймс. Я-то тебе что, по-моему, сделал? Что за звуки? Ты что? Ты стрелять будешь в меня? А я в тебя буду стрелять тогда. Я в тебя с дробовика попал, ты должен был лечь. Я иду за тобой. Это я за тобой иду, дурачок. Лежать! Я тебя вижу. Нихуя себе он мне вжарил. Я у него два раза дробовика выстрелил, ему ничего. Надо винтовку доставать. Стой на месте. Не вынуждай меня, Эдди. Не вынуждай. Иди сюда, Джеймс. Не стесняйся. Умри уже. Что ж, не смешно? Почему я в него десять раз попал? Он еще до сих пор не сдох. У него револьвер какой-то мощный прям. Стой на месте. Он уже весь в крови. Ух ты, не попал. Да стой ты, ты надоел мне. Ранил его. Ой, там газ какой-то. Че он любит? Ты умрешь, Джеймс. Патроны. Будешь кричать, визжать, плакать, как девочка. А потом просто сдохнешь. А мне будет хорошо. Как в тот раз. Он просто извращенец. Ему нравится убивать. Он маньяк. Он жесткий маньяк. Знаешь, что я тебя найду? Я тебя найду. И ты будешь визжать и плакать. Когда я с дробовика пару раз тебе выстрелю. А вот и попался. Куда побежал, блядь? Я думал, тут дверь. Я тебя вижу. А я тебя вижу. Наверное. Че это такое? Ух ты. Нет. Не охреневай давай. У него патроны кончились. Или нет? Где это ты, ублюдыш? Да нет. Че с тобой, Джеймс? Ух ты. Опасно, опасно. Дай ты ему дубинкой, что ли. Как жертяй, так быстро бегай. Иди сюда. На. Получил? Да хорош, я сейчас умру. Нет, хилку. Все, доигрался. Че он задумал? Он убегает. Че до этого не двигались? Открыть нельзя. Не открывает. Ну все, Джеймс. Он оттуда стрелял. Ну-ка иди сюда. Че у тебя кровь пропала, я не понял. Ты бессмертный, что ли, или че? У меня патронов не так много. Да куда ты побежал-то? Да ё-моё. Брать хилку. Бронированный. Я убью тебя, Джеймс! На, трубой, ублюдок. Куда ты побежал? Да попади ты по нему. Где он? Попал. Мне надоело уже. Да ты задрал меня. Вот сейчас хилки где потратил. Я его не вижу. Да как я за тушкой стоял? Надоел ты мне, иди сюда. У меня патронов же не осталось. Да стой! Жироба сраный. Правильно поговорили про тебя. Патрон-то есть где-нибудь здесь? Патрон что-то не видно нигде. Да вжарь ты ему. Получил по попке? Он издевается надо мной. Он меня уже напрягать начинает. Иди сюда. Наконец-то. Сдохни. Ты сам начал это. Прости, я не хотел. Револьвер забери у него. Какой-то мощный. Всё, он сдох. Он вынудил меня. Он сам на меня напал. Сейчас думаю, что я наделал. Типа я убил его. Да, до этого-то он монстров только убивал. Человек. Убить Эдди. Достижение дали. Жесткая сцена. Что-то я вообще не ожидал тут Эдди встретить. Туда выйти не можем. Оттуда мы пришли. Патрон вообще нету. Никаких. Ни на дробовик, ни на винтовку, ни на пистолет. Тут ничего не лежит. Только на выход можно выйти. Давайте захилимся. В общем, до этого дверь-то не открывалась. Эдди не встанет. Чё-то тут ничего нету. Я не думал, что мы с Эдди будем драться. Я думал, он на нас нападёт. Ух ты. Мы где-то в городе оказались. Я думал, он на нас нападёт, когда мы в тюрьме были. Но там мы его не встретили. Причал какой-то. Дайте мне патрон немножко. Можно сохраниться там. Хилка. Много хилок потратили, кстати. Тут никуда выйти нельзя. Я просто смотрю, патрончики есть, нет? Тут. Патроны нужны. На причал, наверное, идти придётся. Давайте сохранимся. Только сюда дорога. Лодка. Интересно. Когда мы поплывём. Эдди, наверное, травили в прошлом. У него крыша поехала. Он, может, с подросткового возраста уже убивал людей. И он говорил, что тебя город тоже сюда привёл. Возможно, город сам заманивает людей сюда. Каких-нибудь грешников, чтобы потом показывать им их страхи, мучить их, убивать. Удержите А, чтобы использовать левое весло. Удержите Д, чтобы использовать правое весло. Грести вперёд можно. Нифига себе. Мы куда-то плывём. Куда-то вдаль. К свету. На монстров не нарвёмся. Мы сейчас приплывём, наверное, на озеро, где кучу трупов похоронили. На дно озера куда-нибудь. Сейчас доплывём, он потом скажет, давай спрыгнем. Под воду. Прикольно сделали, что дали на лодке поплавать. Мне, может, в Боб куда-нибудь путь надо. Там вот ничего нету случайно. Причал какого-нибудь. Куда-то плывём. Наверное, к свету надо быть. А куда ещё? Больше некуда. Можно осмотреть. Какие-то звуки слышу. Надеюсь, без монстров проплывём здесь. Куда-то далеко плывём. Кромешный туман. Вообще ничего не видно. Резко светло стало. До пыли куда-то. А мы приплыли к тому причалу, где мы Марию встретили, наверное. Мне интересно, Мария всё окончательно умерла? В тот раз она выжила почему-то. Может она жива, кажется. Свет горит. Это карт. Сад отеля Лейк-Вью. А этот отель? Мария говорила. Вход. Нет, это значит, мы не туда приплыли. Куда я думал. Так, патрон тут нету вроде. Давайте постепенно будем идти осматриваться, всё лутать. Чё видим? Картина. Прокат лодок. Вэк-Вью. Вы никогда не забудете часы, проведённые на озере Тулука. Эти воды подарят вам покой. 15 долларов за целый день. Это какой-то отель? Всё включено, наверное. По карте тут и сад, и вон и бассейны какие-то. На лодке поплавать можно. Тут туристический отель, наверное. Я подумал, вначале кто-то стоит, это... Бинокль. Смотреть нельзя в него. Чё-то лежит. Кто-то книгу читал. Оставил свои очки. Предметов никаких не вижу. Бежим вперёд. Сад такой красивый тут. Сюда зайти не можем. Наверное, только в главный ворот надо будет идти. Всё осматриваем, чтобы ничего интересного не пропустить. Каких-нибудь пасхалочек или предметов дополнительных. Ну да, никуда нельзя зайти. Наверное, потом мы сможем прогуляться там. Или не факт, конечно. Возможно, и нет. Прошло три года, а ничего не изменилось. Отблеск надежды дали. Добраться до отеля. Можно прочитать. Приближается холода, и они оставляют гнезда, чтобы успеть вернуться. Он в этом отеле, наверное, с этой. С Мэри был. Так, куда идти-то? Часть авто закрыта на технические работы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Здесь, наверное, кассета, про которую Мария сказала нам. Тут цепь. Надо ее, наверное, как-то разрезать. Опа, че-то лежит. Че это такое? Какая-то шкатулка разбита. Сюда тоже не можем попасть. Опа, че такое лежит? Гнилое яблоко. Пригодится. Проголодаемся, потом съедим. Че-то можем посмотреть. А, прочитать можно, наверное. Одиночка с востока, покинув родные воды, потерялся и задыхается. Очень интересное название к статуэткам. Это, наверное, фонтанчик, кстати. Ну да, скорее всего, он просто не работает пока. В этом отеле они, наверное, с Мэри были. Три года назад. Может, она здесь умерла? Так, сюда мы не можем. Сюда не можем. Нам только вот куда-то сюда идти. Вовнутрь. Дверь приоткрыта, свет горит, кстати. Монстры тут будут? Сюда зайти не можем. Пока в главный ворот чуть неохота идти. В главный вход, так сказать. А можно обойти? Или от другое место, наверное. Беседка. Патроны. Не зря пошли. Пять патронов. Это хорошо. Хоть что-то. А мы в начало вернулись. Ну и все. Больше идти некуда, кроме как в ту дверь. Хотя можно по противу суда еще зайти. Тут заперто. Он что-нибудь рисует по карте? Да, он отметил то, что там надо цепь разрезать. Музыка. Музыка какая-то начала играть. План отеля там висит. Отель-то большой. Кстати говоря. Третий этаж. Я тебя жду. 312. На третьем этаже. Больше этажей нет у меня. А нет, есть. О чём? Не менял. Первый этаж. Администрация. Служебное помещение. С левой стороны вестибюль. Мне надо в отель 312 как-то попасть. Читальный зал, туалет. А на третий этаж, скорее всего, я сразу не попаду. Я сейчас на каком этаже? Я на первом. А что, ещё подвал есть? Снизу что находится? Ну да, вот, подвал. Можно в подвал пойти. Давайте будем пытаться куда-то зайти. Ух ты, как резко он ворвался. Ключ. 312. Мьюзик-бокс. Чё, неужели мы сразу туда сможем зайти? Слишком подозрительно. Так, давайте где-нибудь сохранимся. Вот тут, что ли? Чё-то лежит. Записка. Уважаемый Джеймс Сайдерленд. С радостью сообщаем, что оставленная вами в номере видеокассета найдена и находится в сейфе в закрытой для гостей части отеля на первом этаже. С удовольствием вернём её вам в любой доступный момент. Они здесь отдыхали. Они здесь отдыхали. И кассету оставили. А её убрали в сейф. А её убрали в сейф, как забытая вещь посетителей. Слишком подозрительно, что тут монстров нет. А, это куда выход вообще? Куда-то, наверное, в часть двора. На первом этаже сейфа где-то должен быть. В кассете, наверное, что-то страшное мы должны увидеть. Или секретное. А Мария почему-то про эту кассету знала. Это нам как раз напоминает. А, можно. Нифига себе. Чё такое? Загадки какие-то. Какие-то колбочки, ещё чё-то. У нас ключи универсальные, а 312 и вот от этого ящика. Я говорю, Мария, я откуда-то знала про эту кассету? Это ещё раз нам доказывает то, что она как-то связана с Мэрией. Возможно, это часть Мэрии или воспоминания. Так, тут бар какой-то. Монстров нет? Тут, наверное, нам сейчас особо-то не дадут куда-то сходить. Скорее всего, нас поведут в ту комнату, ой, можно стену пробить. В ту комнату. А после того, как мы в той комнате окажемся, ещё ключ, 102 комнат. После того, как окажемся в той комнате, возможно, всё преобразится опять. Станет ржавое, страшное, и потом уже тут будет монстр. Но не факт, возможно, сейчас где-то мы встретим монстров. Вот, например, вот здесь где-нибудь. Записку вижу. Помнишь, ты недавно нашёл необычную книжку? Пару часов назад подходил очень странный человек. Сказал, что она ему принадлежит. Спорить не хотелось, я вообще хотел как можно быстрее с ним попрощаться. Поэтому отдала. Не представляю, откуда он мог знать, что книга у нас. И, по-моему, он у нас никогда не останавливался. Я бы вспомнил. Записка о забытой вещи. Чё за книжка? Патроны. На пистолетик ещё 4 штучки. Хорошо, 9 патронов хотя бы у нас есть. Так, это куда мы выходим? Вестибюль. У нас есть от 102 комнаты ключ. Но мы туда не можем попасть, потому что там закрыта сама дверь. Мы можем попробовать вот сюда куда-то в левую сторону сходить, где дверь приоткрыта была. Мы вот в эту дверь ещё не пробовали, кстати, вот сюда. Опа. Может сюда зайти? Туалет? В туалете никого? Вот здесь вот нету. Опа. Опа. В унитазе ничего не лежит. А тут? Ну там чё-то лежал, по-моему. Или нет? Нет. Пусто. Пусто. Подозрительно. Очень подозрительно. Ладно, здесь посмотрели. Значит, вот остаётся на первом этаже вот в эту комнату только сходить. А тут чё-то плохое, походу. Музыка подозрительно играет. Очень-очень подозрительно. Тут как будто кто-то недавно был всё в пыли, но тут следы такие вот. Кто-то трогал. Чё, музыка перестала играть? Сюда нельзя зайти. Это чё за место вообще? Это у нас ресторан Lake Shore. Всё закрыто, уже не работает, значит. Ногастых паскуд тут нету? Где-нибудь вот в уголках. Ух ты. Чё такое? Кто там на пианино? Ой! Что испугался? Ты чё здесь забыл, блядь? Испугался. Да, испугался. Так мне и надо, да? Да? Потому что я придурок? Может быть. А может ты не такой плохой? Только нудный. Ага. Огу. Ну что? Что у нас по плану? Там есть тёмная комната или вдруг хочешь что-то там? Эм, нет, с тебя хватит пока что. Это радует. и ты можешь найти мэри она здесь да ну скажи если бы я знал она же в письме написала стой то есть письмо существует ну да хочешь прочитать спасибо только рейчел не говори ладно кто это наша медсестра письмо у нее в шкафчике лежала ты откуда тут вообще взялась и почему она резко такая дружелюбная стала дорогая лора рейчел передаст тебе это письмо когда меня уже здесь не будет я сейчас очень далеко здесь красиво и спокойно прости что не попрощалась веди себя хорошо лора пожалей медсестер хоть немного и насчет джеймса знаю ты не любишь его потому что думает что он меня обижает ну дай ему шанс он довольно угрюмые временами редко смеется но на самом деле он очень хороший человек я люблю тебя вор люблю как родную дочь если бы только все было иначе как бы я хотел чтобы мы стали счастливой семьей как мечтали она хотела ее установить наверное но я знаю что у тебя все будет хорошо ты сильная умная и красивая девочка поздравляю тебя с восьмилетием лора твоя подруга мэри 8 лет ей столько исполнилось она вообще мелкая мелкая лора сколько тебе лет на прошлой неделе исполнилось восемь чё тут за временная петля но тогда мэри не могла умереть три года назад неужели она правда жива неужели это есть то самое красивое спокойное место мы смотрим много говорили про сайлент хилл она мне даже фотографии показывала она очень хотел еще раз здесь побывать и про тебя намного рассказывала даже что что ну в общем еще одно письмо она для тебя там на конверте твое имя его читала я хотела один раз почти прочитала решила что ты его не заслуживаешь но потом подумал мэри была бы недовольны что я его не отдаю в общем я решила что да но спасибо вот раньше не молодость может мне бы не пришлось фиг пойми куда попадать тюрьму в бизнес спускаться сразу бы сюда поехал просто если бы ты мне письмо отдала тут пусто тут ничего нет лора что я его не брала честно тогда где она потерялась я поищу лора куда ты убегаешь можем вместе ходить вместе спокойно без вот этого всего она чё-то нарисовал тут какая-то собачка и что это за создание типа кролик наверное кролик странно здесь встретить лору неожиданно вообще она меня правда напугал когда тут играла еще прикол в чем тут такие звуки были вот кто-то играет и прекращались ты она тыкала потихоньку а потом перестал играть когда меня услышал круто сделали такие мелочи интересные ничего за ней надо бежать давайте вот эту записку прочитаем это ноты какие-то интермейт соор 118 номер 2 и логан с брамс нотки хорошо идемте значит куда-то за лорой наверно искать письмо гора я найду твое письмо меня подожди пошли вместе вдруг тут опасно вдруг тебя убьют и я никогда не узнаю где это письмо находится ну да опасно ты откуда тут появился мешок непонятно же же ухты что меня пугает они дверь выбили или нет мы здесь не были даже до слезть из меня сдохни а лору пробежал как ни в чем не бывало все нормально с ней куда он делась опять эти поиски лоры нам надоело так это срез в начало наверно ну да этому в начало можно вернуться а ну сюда можешь зашел кого тут нету в ванной комнате пусто на другую сторону можно перелезть мы сейчас по комнаткам будем тут ходить всему бы сразу нам отдала не пришлось бы в тюрьму спускаться в бездну идти не пришлось бы идти в то общество музей драться убивать эйди убивать абстрактного папочку просто вы пошли бы сразу сюда и все но нет ей надо было загнать меня в ловушку убежать монстр где-то срез можно открыть монстр наверно вон там переползти где надо нападет еще пока лезем стоит что-то афк нифига ты далеко блюешь уже не строю я просто так стреляет уже ай задел наблевал на меня ладно ключ 102 это вот сюда как раз игрушка чё за игрушка шприц патроны лежат на винтовку три патрончик стал не заходит это просто чтобы полутаться дополнительные предметики найти вот тут дверь приоткрыт подозрительно ах ты паскуда еще смотрю не пойму чё это такое сидит нагастая тварь ухты чемодан скорбящий близкий с глубоким сожалению сообщает о кончине шона митчева похоронная служба пройдет в церкви святой стелы в южной долине на перекрестке найтен авеню и ниле стрит в 1100 после службы в доме семьи митчелл состоится поминальная трапеза кого-то поминать собирается приглашению митчелл какого-то флора в какую сторону убежал у нас тут по комнаткам прошлись осталось бытовое помещение комната 107 в начале где-то здесь мы были по сути везде нет или да да в этой комнате мы были мы ее открыли здесь он забежал сюда какую сторону она побежала мы здесь не были или были туалете наверно кто-то нет мы здесь не были тут ящики закрыты патроны а как мы так пропустили тут-то тут бухал курил фотография эти фотографии делает интересно последствия какие-то фотографии подожгли или что-то в этом роде еще что-то лежит ничего нету значит мы в этой комнате не были а как мы пропустили мы через нее просто перелезли вот здесь через балкон а сюда во внутрь не заходили это 105 а в 105 то мы были по-моему нет туда наверно нельзя попасть ух ты что меня пугаешь за цветочком сидел ой я хотел сказать ему в этом месте были или нет я не помню это ключ не подходит что за комнат 107 107 мы не можем попасть это бюро находок а бытовое помещение здесь кто здесь не прячется вроде нет можно полутаться патроны и ключ они с каким-то брелками специальными ключа от рассветного крыла написано на плече завелись какие-то вредители если не отделить его от других растений погибнет погибнет все это записки для рабочих скорее всего ну и все в принципе тут больше ничего не вижу осталось только вот сюда бежать она на улицу что ли выбежал тут может монстры появились куда она делась завалено может она вот здесь вот с этой стороны память сюда побежал двора ты куда от меня убежал испарилась не хочет она со мной нормально дружить что-то пришла поболтали и пропал может ключик осмотреть вот у нас 312 она сможет на карте нибудь нарисовалась ну-ка да нет вроде а куда она делась он забежал туда в то помещение испарилась музыкальный шкатулка а как будто на улице вот сюда выбежала может вот сюда вот в беседку забежала нету нету бешеная девчонка не может посидеть ни минуты а вот здесь вот а здесь был заперт тут по моему ставни были закрыты ставнями в комнате 102 я там все нашел чё на наверное музыкальный шкатулка какая-то можно в подвал пойти вот сюда давайте уже наверное этим займемся следующей серии сейчас сохранимся и следующий серий будем продолжать мы наверное уже достаточно близки к завершению какое-то письмо нашли что-то нам рассказывают уже наверное очень близко к самой мэри следующей серии будем продолжать а сейчас всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии также не забывайте ставить колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски и всем до встречи в следующих видео всем пока